В Абхазии люди штурмом взяли администрацию президента. На оккупированной России и грузинской территории Абхазии днем 9 января начались массовые протесты с требованием новых выборов. Действия оппозиционных митингующих привели к повреждениям имущества и пострадавшим. На первом этаже администрации президента почти не осталось целых окон. Митингующие разбивали одно окно за другим и пытались проникнуть внутрь здания. Некоторым это удается, но их выводят на улицу сотрудники правоохранительных органов. Парадные двери президентского дворца были выломаны примерно к 14 часам ровно. По словам заместителя министра внутренних дел Абхазии Беслана Богателии, правоохранители ненадолго вытеснили протестующих из здания. «Всех, кто ворвались в здание, выдворили», — сказал он. Но при попытке прорваться через охрану они успели выломать двери, а также разбили стекло. В самой администрации протестующие тоже разбили двери, повредили оргтехнику и разбросали вещи на столах. В результате своих же действий люди получили травмы, отмечается, что нескольких из них доставили в медучреждения. Позже протестующие смогли беспрепятственно заходить в здание администрации. Как заявил вице-спикер парламента самопровозглашенной республики, Совет безопасности Абхазии собирается на срочное заседание. Отмечается, что таким образом оппозиционеры высказывают свое недовольство результатами выборов главы Абхазии. Действующий лидер Рауль Хаджимба обошел своего конкурента, кандидата от оппозиционной партии Алхаса Квицеинью, всего на 1%. Тогда за Рауль Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, а за его оппонента Алхаса Квицеинья – 46,17%. Он же обратился в суд, заявив, что победитель должен набрать голосов в сумме больше, чем проигравший Игфа против всех. Митингующие продолжают требовать назначить новые выборы. Вечером 9 января стало известно, что спикер парламента Абхазии Валерий Кварчи был госпитализирован с сердечным приступом. Совет безопасности Абхазии собирается на срочное заседание. Продолжение следует...